Детям, пребывающим в НАУ из других регионов, не нужно будет предъявлять справки о ПЦР-тестировании в школах и детских садах. Такое решение принял губернатор Юрий Бездудный. Грунтовые дороги между сельскими населенными пунктами для Заполярья редкость. Однако трасса между Нижней Пешей и Волоковой – исключение. Тут строительство оказалось реальным. Творческие коллективы региона в поиске новых талантов. В какие учреждения культуры отправятся за творческими навыками? Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в НАУ зарегистрировано 9 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1855 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1759 человек. За прошедшие сутки 24 человека. В регионе зарегистрировано 26 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 197 человек. Из них стационарное лечение получают 59 человек, амбулаторное – 138. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Детям, пребывающим в НАУ из других регионов, не нужно будет предъявлять справки о ПЦР-тестировании в школах и детских садах. Такое решение принял губернатор Юрий Бездудный в ходе оперативного штаба. В ходе заседания оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции принято решение исключить из постановления 12ПГ о введении режима повышенной готовности норму, согласно которой дети, прибывшие в округ из других регионов, обязаны предъявить в школе или детском саду справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Вот это разночтение, оно порождает серьезную тревогу. Вот я сам родитель, да, у меня двое детей, и один идет в детский сад, другой в школу. Ну, мне надо четко понимать, нужно или не нужно делать ПЦР-тестирование. Ясно, что такой необходимости совершенно нет. Да, когда ребенок идет в сад, он приносит родитель справку от терапевта, если он не ходил долгое время, когда в коллектив. Я предлагаю эту двусмысленность устранить, убрать это решение для того, чтобы успокоить родителей и сказать, что дорогие родители, ваши дети, которые пойдут в школу, детский сад, ПЦР-тестирование, проходить не обязаны. Если вы хотите лично пройти, пожалуйста, но такой нормы нет. Я предлагаю этот пункт из 12 ПГ убрать для того, чтобы не директора школ, которые издали эти приказы, не попали под эту норму, и чтобы родители совершенно спокойно занимались тем, что готовили детей к учебному году. Как пояснили в ходе заседания, норма была введена в середине сентября прошлого года, когда основная масса детей уже вернулась в школы и детские сады. Сегодня необходимости в обязательном ПЦР-тестировании всех детей, возвращающихся с каникулы за пределы региона, нет, отметил губернатор. В свою очередь, заместитель главы государственного санитарного врача по НАУ Светланы Брылева напомнила о том, что каждый родитель обязан отправить в образовательное учреждение здорового ребенка без признаков ОРВИ. Грунтовые дороги между сельскими населенными пунктами для Ненецкого округа – редкость. Обычно добраться из одной деревни в другую можно только с помощью авиатранспорта или же по реке. Но трасса между Нижней Пешей и Волоковой – исключение. Тут строительство оказалось реализуемым. Дарья Чупрова продолжит. Возможность наземной связи между населенными пунктами трудно переоценить. Она необходима. За состоянием грунтовой дороги Нижняя Пеша, Верхняя Пеша, Волоковая следят внимательно. Водители каждый день отправляются в путь. Маршрут должен быть безопасным. Среди тундровых просторов пролегла дорога. В сезон тихой охоты здесь можно увидеть грибы, не выходя из машины, найти место для сбора ягод. По словам местных жителей, встретить можно и зайца, и глухаря. У нас есть автодорога, единственная автодорога Нижняя Пеша-Волоковая, протяженностью 45 километров, которую рыболовский колхоз Заполярье содержит, согласно контрактам. Эта дорога имеет такую давнюю историю. Мы еще с колхозом, еще с 90-х годов начали ее строить своими силами, средствами. В 2005 году администрация округа, государство помогло нам достроить эту дорогу, Волоковая, Нижняя, Верхняя Пеша, протяженностью 25 километров. Дорога строилась тяжело и трудно, но тем не менее была закончена. Сейчас финансирование вполне достаточное, позволяет осуществлять содержание этой дороги круглый год. Состояние дороги, я считаю, что отличное. Мы содержим ее круглогодично, в лето, зима и осень. У нас именно на гололед есть специальная техника, отдельно складирован песок, чтобы подсыпать для безопасности. Летом, чтобы не образовывались ямы, проводится градирование, утрамбовывают песок. Зимой у нас ходит тоже с ножом техника, 150-й трактор и шнек-ротор, откидывает снег. Для автомобилистов условия хорошие, не жалуются. Качество дороги меня устраивает и зимой, и летом. А вот владельцы снегоходов и зимней техники с наступлением весны испытывают трудности. Зимой-то нам надо, чтобы снег был, а они зимой до земли роют. Весна пришла, солнце вышло, эта коробочка растаяла, и еще нам дороги закрыли. У нас же больше на снегоходах сидим, а не на машинах. Там, где дорога проходит близко к болотам, установлены снегозадерживающие заборы, чтобы зимой не сносило путь и движение было бесперебойным. Для регулирования движения на протяжении всего маршрута стоят дорожные знаки. Дарья Чупрова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Несмотря на пандемию коронавируса, количество предпринимателей в округе продолжает расти. Только за первую половину 2021 года Центр развития бизнеса помог уже 30 субъектам предпринимательства. О том, как получить поддержку от государства, расскажем в следующем сюжете. «Территория для бизнеса» – так называют свое детище сотрудники ЦРБ. Здесь осуществляются все виды поддержки для предпринимателя. Человеку необходимо лишь обратиться за помощью. А далее начинающего и не только бизнесмена проконсультируют по всем интересующим вопросам. Прошлого года мы ввели такое новое направление, как персональный консультант. То есть любой предприниматель, который зарегистрировался и написал заявление о своем согласии, в Центре развития бизнеса, за ним скрепляется персональный менеджер, который ведет его по всей истории его бизнеса. Поддержка оказывается на всех этапах развития бизнеса, будь то продвижение или выход на международные рынки. Для этого в Центре существует несколько подразделений. Например, первым делом начинающий бизнесмен попадает в Центр поддержки предпринимательства. «В Центре поддержки предпринимательства можно получить поддержку по началам ведения собственного бизнеса, по всем действующим мерам поддержки. Также по выбору системы налогоблажения и разработки бизнес-плана». Для действующих предпринимателей в этом подразделении также есть свои предложения. Например, там вы можете найти себе бухгалтера, получить помощь в продвижении своего товара, а также его сертификации. Причем поддержка оказывается предпринимателем из любой сферы. Например, в Центре кластерного развития помогут тем, кто развивается в туристической сфере и сфере информационных технологий. «Вы можете получить комплекс услуг, направленных на развитие вашего бизнеса. К таким услугам относятся маркетинг, разработка бизнес-планов, сертификация, патенты, регистрация товарной марки, а также организация бизнес-миссий, направленных на ознакомление с опытом и расширение деловых связей». Кроме того, Центр кластерного развития занимается организацией выставок продаж товаров местных производителей. Самое известное сделано в НАО. А куда обращаться для выхода на международные рынки? В Центр поддержки экспорта. Вам помогут подобрать торговую электронную площадку, перевести информацию, а также помочь с процедурой стандартизации товара. «Прежде чем вывести на определенную торговую площадку, нужно пройти, так сказать, скоринг-анкету. То есть предприниматель заполняет анкету, отвечает на вопросы и уже непосредственно РЭЦ им предлагает те торговые площадки, на которые можно выйти. И уже тогда, если есть выбор, то предприниматель выбирает, какую конкретно». Помощь оказывается и тем, кому для работы нужно оборудование или транспорт. За это отвечает отдел лизинга. Десять видов лизинговых продуктов как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. «Процентная ставка по лизингу будет зависеть от выбора продукта, ну и также от ряда условий определенных. Варьируется она от 6% годовых и до 13% годовых. Срок лизинга максимально – это 60 месяцев». В этом году отделом лизинга было разработано два новых продукта. Первый – «Турист», в котором вам предоставят любой вид оборудования и техники для ведения бизнеса, например, лодку. И второй – «Легковое авто». Для тех, кто открывает крупный бизнес, также есть специальное предложение. «Центр развития бизнеса является управляющей компанией Арктической зоны Российской Федерации. И если вы предприниматель и вы планируете реализовать проект в Денинском автономном округе, инвестиционный проект свыше 1 миллиона рублей, то мы предлагаем вам стать резидентом АЗРФ». Налоговые льготы, снижение ставки по страховым взносам – и это далеко не все преимущества статуса резидента. Помимо всех вышеперечисленных услуг, Центр развития бизнеса представляет фонд содействия и инновациям в Ненинском округе, по программам которого вы можете получить от 500 тысяч до 20 миллионов рублей. Обратиться за помощью в Центр развития бизнеса вы можете по телефону 2-18-48, через сайт, который вы видите на своем экране, и лично придя по адресу улица Ненинская, дом 3. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В НАУ состоится ежегодная августовская педагогическая конференция. Из-за сложной эпид-обстановки она пройдет в усеченном формате. Участниками станут только руководители образовательных организаций. Конференция состоится 26 и 27 августа в городской школе номер 3. Общая тема мероприятия – развитие региональной системы образования в контексте современных стратегических ориентиров. В первый день состоится пленарное заседание, на котором обсудят направление развития профобразования, актуальные вопросы развития системы дополнительного образования детей, системы выявления, поддержки и развития детских талантов и другие темы. Также в этот день пройдет ряд рабочих совещаний и встреч, в том числе с губернатором Юрием Вездудным, представителями окружного собрания депутатов и органов исполнительной власти региона. На второй день запланировано совещание по вопросам соблюдения законодательства с участием представителей прокуратуры, Роспотребнадзора, ОМВД и МЧС. Обсуждение достижения показателей региональных проектов и индивидуальные консультации для педагогов. До начала учебного года осталось две недели. Школьники и их родители покупают форму и принадлежности. В учебных заведениях завершаются текущие ремонты и необходимые проверки. В селе Несь этим летом в школу отправится 173 ученика, а в новый детский сад 75 воспитанников. Александра Литкова расскажет подробнее. Трещины в стенах, холод в помещениях в зимний период и еще советская утварь в группах. В таких условиях приходилось ютиться маленьким несянам. Дошкольное учреждение располагалось в двух зданиях, причем одно из них 1935 года постройки. При этом в детском саду не хватало мест, чтобы принять всех желающих. Таким образом, в одном из крупнейших сел округа даже образовалась очередь из дошколят. Норматив у нас идет 70 детей. Но так как у нас большая очередь, у нас много детей, которые подходят к возрасту трех лет и которых необходимо устроить в детский сад, они тоже будут в этом году размещены и будут посещать детский сад. В пределах 25 человек у нас находится сейчас на очереди. Это дети в возрасте от 0 до 1,5 лет. Разгрузить очередь в дошкольное учреждение удалось благодаря строительству нового детского сада. Однотажного здания площадью почти полторы тысячи квадратных метров. В новом детском саду четыре групповые ячейки. Отапливаемые закрытые веранды для прогулок в неблагоприятную погоду с отдельным входом из каждой группы. На сегодняшний день в здании завершена отделка, установлена современная качественная сантехника и закуплена детская мебель. Осталось единственное помыть все от краски, от пыли, развесить санавесочки, расстелить ковры, как говорится, разложить, перемыть посуду, мягкий инвентарь, то бишь это постельное белье, матрасики детское, которое у нас уже в принципе здесь уже скоро подойдет. И все. И к открытию детского сада мы готовы. К строительству объекта компания «Строюниверсал» приступила в июне 2019 года. Сумма контракта составила порядка 230 миллионов рублей. Из них 36 миллионов – средства, выделенные региону из федерального бюджета. Нового здания ждут и ученики, и педагоги сельской школы. В первую очередь из-за нехватки кабинетов и низких температур зимой. В этом году, когда у нас были морозы сильные, действительно, ну не то, что совсем холодно, но прохладно. Да, где-то даже мы переходили на домашнее обучение, дети дома. В школе было прохладно. Температура в коридорах была ноль по Цельсию. А пока в здании постройки 1976 года этим летом провели небольшой косметический ремонт. «Мы сделали косметический ремонт, покрасили только лишь коридор, стены в коридоре. Сделали девочке, технический персонал уборку. Сейчас вот с 26 августа они выходят на работу, снова сделают такой небольшой ремонт, где-то что-то нужно будет подкрасить. А так пока денег на компремонт нет, поэтому вот обходимся тем, что есть на сегодняшний день». 1 сентября в школу ВНИСИ отправятся 173 ученика. Из них 15 первоклассники и 17 будущих выпускников. Что касается пришкольного интерната, то здесь будут проживать 38 человек. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Жителей и организации НАУ приглашают к участию в проекте «Чистая Арктика». Первым мероприятием в рамках проекта станет уборка территории бывшей зверофермы в поселке Искателей. Оно состоится 27 августа. К участию приглашаются все желающие. Снабжение волонтеров необходимым инвентарем, перчатки, мусорные мешки, грабли и доставку до места проведения мероприятия обеспечат Департамент природных ресурсов экологии ЭАПК НАО. Записаться добровольцем и узнать подробную информацию о мероприятии можно в Департаменте по телефону 2-38-66. Добавлю, акция организована в рамках проекта «Чистая Арктика». Он будет реализован в период с 2021 по 2024 годы и охватит все субъекты России, входящие в арктическую зону. Основная цель проекта – выполнение комплекса работ по ликвидации и загрязнения окружающей среды по всей Арктике. Летние каникулы подходят к концу, а это значит, пора учиться и развиваться. Творческие коллективы регионов в поиске новых талантов. В какие учреждения культуры можно пойти, получить творческие навыки и по каким направлениям, расскажет Василий Хатанзейский. Уже совсем скоро, с 1 сентября, в учреждениях культуры возобновится работа творческих коллективов. Во Дворце культуры Арктика в этом году набор открыт в 15 групп разного направления. В этом году у нас идет довольно-таки масштабный набор. Мы набираем творцов в 15 творческих коллективов по возрасту от 4 лет и без верхней возрастной границы. Очень разные направленности, то есть это и театр, и инструментальная музыка, хореографические коллективы, вокальные коллективы и декоративно-прикладное творчество. Любой желающий, даже без опыта, но со стремлением получить творческие навыки, может записаться в популярные коллективы, такие как «Травушка», «Театр Творецкого», «Шоу Тайм» и «Морожки». Инициативных ребят, которые готовы учиться новому в сфере культуры, ждут душевные репетиции, яркие выступления и даже масштабные гастроли не только по региону, но и за его пределами. В этнокультурном центре Ненецкого округа также ждут новые таланты. Здесь открыт набор фольклорной, танцевальной, театральной коллективы этнического направления. Ну, все коллективы у нас уже известны городу нашим, жителям нашим, поэтому мы, конечно, этнокультурный центр, мы стараемся сохранять и развивать традиционную культуру народов, которые живут на территории нашего округа. И, естественно, конечно, коллективы направлены все именно на это. Прием детей в этнические коллективы, каждый из которых имеет свою народную направленность, ведется с четырех лет. На базе этнокультурного центра вы можете заниматься и в немецком, и в русском, и в комиколлективах. Особое предпочтение при наборе в творческие группы уделяется людям, которые обладают или имеют базовые знания в любом из языков. Творческую молодежь ждут и в клубе «Созвездие» рабочего поселка Искателей. Учреждения культуры занимаются вокалом, танцами, театральным творчеством и даже эстетическим развитием. Мы планируем из детей сделать не просто достойных артистов, но и также собрать команду, в которой соберутся креативные единомышленники, которые будут связаны общим делом. В каждом культурном учреждении преподают квалифицированные специалисты. Благодаря большому спектру творческих направлений жители региона смогут не просто получить знания по актерскому мастерству, вокалу и хореографии, но и сохранению традиций наших предков, что особенно важно на сегодняшний день. Более подробную информацию о творческих коллективах и их направленности можно узнать на официальных страницах учреждений культуры в социальной сети ВКонтакте. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.